Парфиненко Виктор Юрьевич, 1964 года рождения. Я сотрудник парка Львов Тайган. Работаю с животными, в частности на объекте Копытные животные. Сегодня вечером в 9 часов вечера мы отдыхали после рабочего дня, после работы на своем объекте. Я проживаю вместе со своей женой Ольгой Витальевной и сыном Юрием. Они тоже сотрудники парка Тайгана. В 9 часов к нам постучали в домик и вошло 6, они представили сотрудники полиции и, значит, якобы с проверкой документа. Были проверены наши документы, иммиграционные карты, удостоверение личности, так как мы из Казахстана, мы имеем заграничное удостоверение личности. Значит, у нас было просрочено по ФМС, до 17 января мы должны находиться на территории Российской Федерации, затем должны были продлить свое пребывание на территории России. В связи с этим они, сотрудники полиции, сказали нам одеться и проследовать вместе с ними. На машине, мы нас посадили в машину, меня и сына, так как мы прибыли сюда, в парк Тайган вместе, и отвезли в город Белогорск, как я понял, в управление внутренних дел. Сначала там были уже сотрудники парка, другие, как бы по слухам полицейские. Значит, нас доставили под дело опознания, сначала был допрос о наших, ну, как бы личных моментах, взяли отпечатки пальцев, фотографии и так далее, и так далее. Затем нам сказали обождать в коридоре и вызвали на допрос, это уже часов в 11 вечера, вызвали на допрос моего сына. Я ждал, значит, затем, где-то около половины третьего ночи, меня тоже вызвали на допрос следователя. Значит, по факту, как он сказал, возбуждено уголовное дело, по факту смерти Максима. Фамилия, я его не знаю, к сожалению. И что я могу по этому поводу пояснить? Я начал давать показания. Мои показания заключались в следующем, что Максим, Максима, я знал, так как он работает в парке на хозобъектах, где-то с середины ноября месяца. Мы с ним особо не контактировали, то есть встречались на хозяйственных работах по рубке дров. По дальнейшему общению я сказал, что мы живем уже с семьей, и после рабочего дня мы все устаем, как бы приходим ужином и ложимся спать. То есть личных контактов никаких не было. По поводу его смерти также я пояснил, что 10-го или 11-го точно я не помню. У Максима был выходной. Числа 11-го или 12-го я узнал, от кого не помню, о том, что Максим, находясь на выходном дне в городе Белогорске, попал, ну как бы, несчастный случай с ним произошел. То есть его покусали собаки. Как по общению с ребятами, ну тоже это слухи, как бы, это были кавказские овчарки. Вот, после этого я Максима не видел, ну как бы эти показания я давал следователю. Затем, где-то через полчаса после допроса, после начала допроса, как бы, и после того, как я начал давать показания, со мной работал, да, сначала со мной работал оперуполномоченный, присутствовал еще один, как бы, следователь или оперуполномоченный. Через 30-40 минут после начала моих показаний в кабинет вошли 3 человека. Они не представились, но, как я понял, это тоже сотрудники полиции. Они были в нетрезвом состоянии. И здесь началось, как бы, я не знаю, как это назвать, но это просто настоящий беспредел. Вначале они, естественно, забрали мне все документы, которые мне вернули в отделе опознания. Один из этих выпивших сотрудников, ну даже не выпивших, а, скорее всего, он еле стоял на ногах, он пытался порвать мое удостоверение личности, объясняя это тем, что у меня должен быть паспорт, хотя я официально пересек границу между Казахстаном и Россией, зарегистрирован ФМС, пройден таможенный пограничный контроль, согласно вот этого документа. Он пытался его порвать. Я попытался выхватить, но последовал удар мне в голову. И затем, значит, началось, как бы, я не побоюсь этого слова, начались пытки. То есть, встать, удары в область груди, в голову, возле стенки меня поставили, значит, удары дверью по мне, и, значит, пытались, как бы, чтобы я отдал показания противоречия, а это уже мои вторые показания оперуполномоченному, о том, что собаки это все сказки и так далее, и так далее. И от меня нужно два слова в моих показаниях. Порвали львы. Я говорю, ребята, я не могу дать таких показаний, потому что это не соответствует действительности. Я как бы, я не был, не знаю, я знаю вот с разговора сотрудников парка о том, что человек находился на отдыхе в городе. Вот такое случилось. И затем, когда один из сотрудников, вот эти два, которые меня допрашивали, у первополномоченных и второй, они, ну, как бы, смотрели на все это. Затем один из вот этих выпивших полицейских, он заснул на диване. И в этот момент, ну, как бы, парень, который протоколировал мои все показания, он сказал мне, вот здесь вот расписывайтесь, забирайте свои документы и быстрее уходите. Вот, приехал я 4-10 в парк Тайган. Ну, как бы, по дороге, я вышел, когда с управления, то есть у меня, как началась кружиться голова, меня затошнило, и сын помог мне, мы такси вызвали, сын помог мне сесть в такси, ну, и как бы сейчас у меня сильный ушиб, вот в области груди и правой. То есть, как бы, тяжело работать, и вот, что я могу пояснить, ну, то, что я не знаю, я, как бы, я житель, а на вопрос о адвокате, ну, просто это последовал еще один удар, и, ну, как бы, заткнись, и иммигрант, и так далее, мы тебя сделаем. Вот эти три сотрудника, они были в нетрезвом состоянии, но два точно, два точно были в нетрезвом состоянии. Извините, в кабинете какого сотрудника милиции вы находились? Что за оперуполномоченный фамилию не можете сказать? Фамилию не могу сказать. 200, это на втором этаже кабинета, я не смотрел. Вы его сможете узнать? Да, я давал показания, протокол подписывал. То есть с 9 до 4 утра практически проходили вот эти вот допросы и пытки? Да, я переживал, да, я переживал за своего сына, как бы, ну, он вышел, говорит, нет, со мной, как бы, тот следователь беседовал нормально, но когда я вышел оттуда и в состоянии, ну, просто, как бы, и болевые ощущения сильные, и голова болела, я быстрее забрал оттуда сына, и мы... В больницу по поводу телесных побеждений вы не обращались? Нет, били, били, как бы, очень профессионально, то есть Синяков, Сагин, ушибов, нет. Просто сейчас кружится голова, как бы, потому что били вот в область лба, как бы, удары были профессиональные, и сначала, значит, вот за мои документы, вот эта попытка порвать, ну, вы представляете, да, я приехал сюда из другой страны, и, как бы, попытка порвать мои документы, попытка порвать мои иммиграционные карточки, попытка порвать у меня на глазах таможенное мое, то, что я пересек официальную границу, при моей попытке забрать эти документы, то есть следовали удары, угрозы, и так далее, и так далее, понимаете? И я просто знал, что внизу находится мой сын, и чем дальше, что ему грозит. Поэтому, когда я забрал свои документы, этот расследователь мне говорит, уходите отсюда быстрее. Виктор, скажите, у сына тоже пытались, чтобы он сказал эти два слова, что порвали Максима, ну, покусали Максима, не собаки, а тигры, или... Да, сын давал показания, то есть, как бы мы живем вместе, естественно, с семьей, сын давал показания о том, что вот в разговоре, как бы вот, да, на следующий день узнали, что у Максима вот такие проблемы, что его покусали собаки, не одна, там, по-моему, или две, или три в частном доме, и, как бы они нет, это все ерунда, вот, это все неправда, вы должны дать вот такие конкретно показания. Сказать, что тигры порвали, да? Да, да, сказать, что порвали тигры, потому что там следы тиграм. Я следователю, своему объяснал, что, понимаете, я, как бы, знаю, не понаслышке, что такое укусы, я занимался собаками породы ротвейер, и знаю, что такое укусы собак. Они того же ротвейлера, или кавказца, не посильнее, чем я так думаю, потому что это страшные укусы, они смертельные. Я говорю, почему вы, вот, и какие я вам должен, почему я должен вам давать показания, которые вам нужны, которые вы с меня, ну, как бы, требуете. Я, говорю, не был с Максимом в этот день, я не выходной, я работал. Максима видел один раз, когда к нему зашел в комнату, он спал. Я с ним не общался, как бы дружить мы не дружили, у нас разный возраст. Мой сын тоже с ним, как бы, не общался, он постоянно со мной. Извините, пожалуйста, вот эти показания, которые были им необходимы, выбивали из вас сотрудники следствия или оперативные сотрудники уголовного возраста? Ну, то, что это были сотрудники вот этого здания, управления... Ну, следователь взял показания, допросил вас. Он записал ваши первые показания, его устроили? Следователь. Когда зашли вот три сотрудника полиции, я давал показания, это было где-то, ну, середина моих показаний. То есть середина моих показаний. Вы давали показания следователю или вас допрашивал сотрудник уголовного розыска? Скорее всего, сотрудник уголовного розыска. Я так думаю. Я, вы знаете, я плохо понимаю, да, звание Российской Федерации. Да. Пожалуйста. Все, хорошо. Спасибо. Спасибо. Все, могу идти.